Около 77 лет прошло с того времени, когда бойцы Красной Армии, проявляя мужество и героизм, штурмовали мощные укрепления немецко-фашистских войск, известные как Голубая линия. Победа далась нелегкой ценой. Тысячи воинов пали смертью храбрых на поле боя. И увековечение памяти героев очень важно для всех нас, независимо от возраста. На границе Славянского и Темрюкского районов воздвигнут мемориал участникам прорыва Голубой линии в Великой Отечественной войне. На мраморных плитах высечены имена 4,5 тысяч солдат и офицеров, которые в далеком 1943 году сложили здесь свои головы. Эти имена святы для всех нас, но особенно дороги они родным и близким героев. Удивительное событие собралось здесь, в этот мартовский день учащихся 19-й школы хутора Коржевского, студентов филиала Кубанского госуниверситета, активных общественников. На уроке мужества все собравшиеся встречали родственников одного из участников прорыва Голубой линии, сержанта 92-й танковой бригады Игоря Евгеньевича Хвисюка. Из Краснодара сюда приехали известный ученый, профессор Кубанского государственного университета Вера Петровна Бедерханова, ее сестра Ольга Дмитриевна и дочь Лада. Вера Петровна Бедерханова рассказала ребятам о том, как ее дядя Игорь Хвисюк в мае 1942 года в 18 лет ушел на фронт и погиб 30 марта 1943, освобождая Кубань. Для того, чтобы быть ближе к месту его гибели, семья Веры Петровны после войны переехала из города Иваново в Краснодарский край. И вот уже более 70 лет они искали могилу своего героя. Недавно на сайте общества любителей истории и краеведения Славянского района Вера Петровна, разыскивая сведения об участниках прорыва голубой линии, нашла фамилию своего дяди. Я вспомнила, что он танкист, а среди них одна единственная, 92-я танковая. И я уже когда в алфавитном порядке доходила до нужной мне буквы, и когда я увидела ее, вот это было самое сильное, понимаете, потрясением. А здесь я ведь долго стояла с ребятами, разговаривала, ну во-первых, я так уже воспитана, когда я работаю с молодежью, я не могла сказать, ребята, вы подождите. А самой мне, конечно, хотелось прийти, потрогать это все. Я понимаю, что нет тут захоронений, но я благодарна людям, которые это увековечили. К монументу погибшим возлагаются венок и живые цветы. Среди них есть 100 нарциссов, выращенных племянницей танкиста Ольгой Дмитриевной Ковалевой. Дядя не вернулся с войны, не похоронен, как после войны уже пожилым человеком, а ушел именно молодым в 19 лет. Этот день мы ждали очень давно, даже 77 лет, чтобы найти это имя. Приехав сюда, мы увидели, какой необыкновенный памятник сделали, сколько погибших молодых еще совсем людей, которым могли жить, трудиться. На уроке мужества коржевские школьники узнали много нового о боях за освобождение Кубани. Они бережно хранят память о погибших воинах. Для нас, жителей, хутора Коржевского – это очень священное место. Мы приходим сюда на все праздники освобождения хутора Коржевского, освобождения Славянского района. На 9 мая мы чтим память погибших. Славянские студенты были глубоко впечатлены всем увиденным. На их глазах далекая фронтовая история обрела еще одно важное и глубоко трогательное человеческое измерение. Мне вдвойне приятно, что такое знаменательное событие произошло именно в Славянском районе. И оно связано с нашим вузом. Это преподаватель, который преподает в Кубанском государственном университете. И в нашем филиале все очень рады, что все-таки она обрела человека, который был ей дорог, который защищал нашу страну. Мы очень благодарны людям, которые нас спасли, скажем так, освободили. И я очень рад, что у нас бывают такие мероприятия, когда мы ездим, приезжаем, узнаем об этих людях. И очень приятно, когда находятся семьи через много лет, узнают о своих предках, которые воевали за них, и они узнают, где они похоронены. Это, на мой взгляд, очень важно. Да, это очень важно. Не забывать о том, какой ценой завоевано счастье, и о тех, кто не пожалел для этого своей жизни. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok